Татьяна Сейчас Татьяна с мужем живут во Львове, арендуют помещение в центре, наняли персонал и открыли первое в городе зоокафе с десятком кошек. Из-за них, говорит девушка, даже на ветеринара учиться пошла. Я учусь в университете. Все, все, вот, будь ласка. Я плачу купу податков, просто купу податков. И я не имею права голоса. Но таков закон, говорят во Львовской городской избирательной комиссии. Право голосовать за мэра и депутатов городского совета зависит не от уплаченных в местный бюджет денег или общественной активности, а исключительно от штампа в паспорте. В такой ситуации проще всего студентам. Их на время учебы регистрируют в общежитиях. Ну а остальным нужно покупать жилье. Для большинства переселенцев этот вариант недоступен. Только во Львове без права голоса остались несколько тысяч активных и патриотичных граждан, говорит автор проекта «Винуждена безголосая» Алим Алиев. В Украине таких избирателей полтора миллиона. Решить проблему может только парламент. Но из трех предложенных законопроектов ни один в Верховной Раде не рассмотрели. И, похоже, уже и не рассмотрят. Парламентария снова соберутся только после выборов. Вынужденные переселенцы сами себя называют срезом общества. Кто-то даже с пропиской на выборы не пойдет. Но тем, кто поактивнее, важно стать частью нового общества. В том числе и через выборы. Ирина Сантуляк. Настоящее время. Украина.